Добрый день! Добрый день! Добрый день! День добрый! Добрый день! Чудесно! Здравствуйте! Елена Воевская, здравствуйте! Я, кстати, хотела даже вас спросить, как вы поживаете. Очень приятно. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Приглашаю Ольгу! Приглашаем Ольгу! Очень приятно. Даниил Иванов, Лиссабон. Очень приятно. Здравствуйте, Лиссабон! Ольга! Здравствуйте, здравствуйте всем! Татьяна и Милая. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Ольга! Очень рада! Какой у вас прекрасный антураж у вас, Татьяна! Что за волшебное место? Ольга! Да, место должно быть волшебным, потому что сегодня понедельник, Ольга. Нет причин находиться не в волшебном месте в понедельник, в июньский понедельник. Я сниму с вас... Особенно в понедельник. Да, да, да. Я хотела бы снять с вас вопросы, но мы потом к ним вернемся. Ваша зелень меня по-прежнему импонирует. Ваш фон, Ольга, вашего парка, вашего частного парка. Благодарю, да. Это выглядит очень тяжело. Да, это выглядит так, откуда я не так давно прилетела, но я приветствую вас сегодня снова из-за границы Московской области. Я приношу... Мы приносим, действительно, извинения за технический фосмажор, который нас настиг во время моего как раз... Я думаю, что я находилась в эпицентре нашей темы, потому что как раз путешествия по России, вот такие роскошные точки на карте, как Тагистан, вот это совсем непростое путешествие. И я получила очень правильный гриф от организатора моей поездки о том, как, что. Помимо того, что нам следует взять с собой, еще было прекрасное указание на дресс-код и на культурные коды, которые стоят... С которыми стоит... Среди трассы письма. Обязательно. И это очень-очень важно. И вроде как дома, вроде бы ты путешествуешь с внутренним паспортом, но и Дагестан вмещает в себя 33 народности. И прекрасные жители одного села, одного села будут говорить на трех-четырех языках и еще на русском, чтобы просто разговаривать, общаться между собой. Это было очень интересно. И я думаю, что я бы действительно с удовольствием делюсь всегда своими контактами. Дагестан пленит, манит. И для этого мы и путешествуем, чтобы подумать о себе, понять себя, задуматься о том, что происходит с нами дома. Правда? Безусловно, Татьяна. Путешествия очень обогащают именно внутренне, не только внешне, но в первую очередь внутренне. Но это же свобода. Конечно. Свобода выбрать адрес. Свобода собраться. Свобода. Нам, кстати, в переписке после нашего первого эфира задавали вопрос о solo travelers. О том, как путешествовать без спутника. Как решиться поехать в путешествие одному. Вы когда-либо, Ольга, путешествовали одна? Да, я путешествовала одна. И, вы знаете, это удивительное приключение. Если вы готовы к этому относиться как к приключению, как к открытию личному вашему, вас ждет масса невероятных впечатлений. Я понимаю, особенно девушек, женщину, у которых возникают определенные трудности, но поверьте, это совершенно захватывающий пункт. Татьяна, я знаю, что вы путешествуете одна и совершенно наслаждаетесь собой, окружающим миром. Находите новые знакомства. Как вам это удается? Ольга, ну, вы знаете, смешанный брак моих родителей и фонтан культур, которыми они меня наградили, он меня с детства уже усложнял в момент наслаждения собой, потому как главное для меня это соответствовать и никого не обидеть. Знаете, когда ты не знаешь, на какой качели ты находишься сейчас, правило, да, это очень сложно. Желание соответствовать, а больше всего наблюдать и узнать новое, познать новое в себе. Вот для этого я не скрою, путешествую одна очень часто. Во-первых, вы знаете, одно дело путешествие с семьей. Я думаю, что путешествие с детьми, оно обогащает прежде всего вас, потому что дети задают самые меткие вопросы. Они все диссонансы ловят сразу, они самый лучший сенсор культур, традиций, нестыковок или суперстыковок. А мы затыкаем им ротик и говорим, не спрашивай, не смотри, я тебе потом расскажу, ничего им не говори. Иди, теперь ставят спрашивать, но наблюдение у них остается. И вы знаете, я за Solo Traveller за то, чтобы, во-первых, ты получаешь все внимание себе, ты заслуживаешь это внимание. Действительно, многие спрашивают, вы одна, вы сама, вы одна? Ну, значит, одна, я не одна. Чаще всего, если я уже путешествую одна, у меня всегда есть гид. Я очень редко так без направления одна путешествую. И вы знаете, круизы, организованные путешествия, мини-группы, которых сейчас много в Москве. Ведь путешествия – это еще возможность познакомиться. Я веду эфир, наш с вами лайф по понедельникам, из Авеньона, из предместия города Авеньон, юг Франции. И я должна была сегодня в Париже сесть на поезд в 7.39 с Гар-де-Леон. Когда я пришла на Гар-де-Леон, люди из него уже просто, они не вмещали все количество людей, которые набилось в здание вокзала. Каждый поезд опаздывал на час, на полтора, без объявления. Просто все табло показывало опоздание. И это было несколько странно, потому что, вы знаете, я, наверное, я не настолько пунктуальна и действительно не так владею пока своим расписанием, как вы. Но мне было важно успеть на наш с вами эфир, я не могла вас подвести. И я переживала. И когда ты переживаешь ответственность, у тебя есть точка, час, к которому ты должен куда-то прибыть. И мне это очень важно. И я взглядом решила поймать кого-то из французов, у которых я могла бы спросить, что происходит. И я посмотрела на одного человека, на багаже его. Это был взрослый чентльмен, на багаже его висела золотая бирка и эфранц. Он явно много путешествовал. Но он выглядел солидно и грустно в этот утренний час, я решила к нему не подходить. И я спросила у другого господина, я говорю, посмотрите, какой шанс, как вы думаете, какой прогноз. Он мне все объяснил. Он говорит, вы знаете, здесь еще опоздание, я уйду гулять. И я осталась с господином первым. Мы стояли рядом и внимательно следили за табло, не разговаривая. И потом, когда на табло загорелась платформа нашего поезда, это тоже ситуация из жизни. Я не рассказывала ему свою историю, я не сетовала ни в коем случае, не хотела внимания, не расспрашивала, не задавала ему вопрос. В напряжении ожидания каждый вопрос ранит. Я знаю. И когда загорелся номер платформы, он сказал, вот, наверное, пойдемте к моему поезду. Пойдемте к нашему поезду. И он так пропихивал мне среди людей, был моим ледоколом. И я должна была следовать за ним, мне было удобно с моим чемоданчиком, все было хорошо. И я обогнала его, признаться, потому что он вошел в самую длинную очередь, а я нашла эскейп, знаете, правее. И я вхожу в свой вагон, первый вагон поезда, который состоит, знаете, французский состав, состоит из двух поездов. И я сажусь на место 55, и вдруг приходит он и садится на место 56. И он рассмеялся. Мы стояли рядом полтора часа, просто рядом друг с другом. И он сказал, ну хорошо, ваш английский лучше, чем мой, хотя я прожила в Вашингтоне 7 лет. Я говорю, ну и как вам в Вашингтоне? Я говорю, я слышала, что там чудесные музеи. И мы чуть-чуть поговорили, и он ушел в свой телефон, я ушла в свой телефон. И когда я вышла в авиньоне, я сказала, пожалуйста, месье, теперь вы можете занять мое место у окна. Он сказал, вы были так любезны всю поездку. Вот такие встречи в пути, это маленькое кино. Это маленькое кино. Мы не сетовали, он не обязан был меня развлекать. Правда, в этом нет никаких обязательств. Вот даже как выдержать молчанием, как создать комфорт молчанием, да, и как не сказать лишнего, не заговорить. Вот в этом есть тоже какой-то, я думаю, в этом есть тоже какой-то аккорд культурный. Но нужно соответствовать, верно? Потому что в Милане здесь было бы, Ольга, уже совершенно иначе. Уже люди бы порогнились. Это прекрасный сюжет. Мы уже приехали друг к другу в гости, мы бы уже знали все, все-все-все. Франция по-другому страдала молча. Поэтому опыт вот это дает путешествие, даже просто поездка. Это не было путешествие, это была просто поездка. Поэтому вот я люблю быть туристом, но, наверное, как и вы, мы с вами путешествуем по жизни, правда? Каждый день, каждый день, маленькое путешествие, конечно. Да, и мы же с вами при этом ощущаем себя и хотим ощущать себя. И, конечно, путешествия дарят встречи. И я вам рассказывала, что он на моем речном круизе на северный, на Москва-Петербург с заходом на Латву и Онеку подарил круиз мне такие встречи. И мы имеем в зимние сам приглашение в дома. И очень редко, наверное, первый круиз, когда моя записная книжка пополнилась вот действительно очень интересными адресами. Это здорово. Но даже в этом есть все равно момент такта. Так в чужой культуре, в гостях или дома? Вернемся к теме. Да, тема замечательная. У нас осталось большое количество вопросов. Я предлагаю ее развить. Ольга, возможно ли полностью найти себя в новой для себя культуре? Я думаю, что здесь речь, скорее всего, идет не о путешествии, а все-таки об эмиграции. Поскольку вопрос поставлен так, что за счет необходимости полного погружения в культуру, адаптацию, я здесь немножечко обострила бы эту тему, если мы говорим об эмиграции. И буду откровенна с нашими слушателями. Исторически сложилось так, что эмигрантов не любят нигде. Это есть некая аксиома, их не любили никогда, во все времена. И в древнем Египте, и в шумерский период, и мы знаем периоды истории, когда страны были полностью закрыты для притока иностранцев. Это есть такая некая жизненная аксиома, то есть где родился, там и пригодился. Возможно, это идет от каких-то рода племенных отношений, что человек должен быть очень сильно и плотно привязан к своей культуре. Я здесь не рассматриваю страны, которые были образованы эмигрантами. Это Австралия, которая, как известно, была образована каторжниками, которые ссылались в Английскую империю на остров Тасмании за самые тяжкие преступления. Поскольку содержать их в каторжниках было достаточно дорого, их отсылали в Австралию, в Тасманию, откуда ни убежишь, они там как-то себя сами прокармливали. Я была на Тасмане. Поэтому родоначальники Австралии, это как раз каторжники, которые ссылались за тяжелые преступления. И Америка, это страна беженцев, это страна людей, которые бежали от проблем. От самых разных. Кто-то бежал от проблем безденежья, кто-то бежал от проблем с законом, кто-то бежал от проблем преследований. Например, еще где-то в конце 19 века была очень большая европейская операция, люди бежали от покровов из Европы. Поэтому это страна, которая тоже была образована людьми, которые поменяли вынужденно или по каким-то причинам свое место жить. Эти две страны я не рассматриваю. Это есть некие отдельные субстанции. И сейчас подход к притоку иммигрантов у них очень сильно изменился. Поэтому иммигрантов действительно не любят людей. Как бы с ними не заискивать, но внутри вот этот, опять же, культурный посыл, вот такой архетипичный, он сохраняется во всех культурах. От этого нам никуда не деться. И это надо признать. Мне кажется, что признание этого факта людей, которые собираются поменять их жизнь и ищут некую культурную адаптацию в другой среде, это есть факт принятия и факт облегчения задачи. То есть если мы примем то, что нас не будут любить, ну окей, тогда мы будем к вам стучаться совершенно другими, иными способами. Другое дело люди, которые обладают какими-то выдающимися навыками, выдающимися знаниями, которые способны обогатить культуру страны, куда вы переезжаете. Но это единицы. Это имена, которые можно перечислить по пальцам, которые действительно находят там сразу достойное себе место. Если вы относитесь к таким, тогда окей, тогда вы можете рассчитывать на любовь, признание, уважение. Но при этом, при этом помните о конкуренции, при этом, даже на пике, на пике таланта, на пике успеха, на пике контракта, все равно всегда карьеры и, знаете, сцены, мы говорим. И более того, ваше положение всегда будет более шатким и более зыбким, поскольку вы выходите с другой культуры и с другой страны. Это отдельный, это совершенно отдельный аспект. Если вы к таковым людям... Да, и опять же, обращая внимание, да, вот этот посыл, который мы с Татьяной задали в гостях или дома, любая страна выдает вам гостевой билет, который называется видом на жительство. Крайне сложно и крайне мало кто может получить гражданство, да. Поэтому вид на жительство – это и есть то самое ощущение в гостях. Вы не дома, вы в гостях, вам дают вот это гостевое приглашение, оно может быть бессрочным, оно может быть ограниченным по времени. Но здесь вот этот статус ваш, на самом деле, очень четко обозначен. Более того, еще обострю, я вам скажу, исходя из своих наблюдений и своего опыта, гораздо меньше любят тех эмигрантов, которые пытаются мимикрировать, которые пытаются отказаться от своей культуры и играть в то, что вы выходец из вот этой новой среды. Это вызывает какое-то чувственное отторжение на уровне какого-то вот чувственного восприятия. Этих людей воспринимают еще меньше. Поэтому мне кажется, что если вы признаете этот факт, что вас не будут любить, возможно, будут любить ваших детей, возможно, будут любить ваших внуков, скорее всего, но вам с любовью будет сложно. Но вы можете завивать уважение, сохраняя свою культуру, сохраняя свои культурные коды, неся свое достоинство, свое имя, свою историю, историю того городка, того села, населенного пункта, откуда вы вышли, обогащая своей историей ту культуру, куда вы вынуждены были, или не вынуждены, но куда вы вынуждены были переместиться, вынуждены или не вынуждены, тут уже все глубоко индивидуально. Поэтому можно или можно... Вынуждены или выбрали. Мы свободны выбирать, это же все равно выбор, не совсем вынуждены. Нас не конварируют. Мне, знаете, хоть здесь не было иллюзий, да, то есть любовь вряд ли, но уважение, умение общаться, контактировать, найти себя в культуре, возможно, полностью найти себя в культуре, вряд ли, вряд ли. Я как раз... Возможно ли полностью найти себе в новой для себя культуре, я бы сказала, это шанс развить себя, добавить пласт, я бы сказала, добавить код новой культуры, сделать апгрейд своей жизни и заслужить уважение. Вот это очень трудоемкий процесс. Прежде всего, работая и требуя совершенства от самого себя, соответствовать. Вот это соответствие, верно? Помните мой всегда пример про странную птицу, которая может раздразить маленькая, крошечная, громкая птичка, может нарушить покой. Тай львов, правильно? Которые поели и отдыхают на вечернем солнце, сцена из сафари. Так вот, эта странная птичка, она может быть не в правильном дресс-коде, она может быть... Здесь не про акцент, про дисгармонию культурного кода, про дисгармонию. Кто-то может спровоцировать этим внимание, конечно, и пошутить. И ведь не бывает переключения, нет пока ни одного чипа или программы, которые мы могли бы приобрести в приложении к виду на жительство. Правильно? К виду на жительство мы имеем только налог и много других приложений, верно? Обременение, да. Которая вас адаптирует. Но вот этот список обязательств к себе, это огромный список, это очень долгий список. И это long-term список. Вы сказали про детей и внуков? Вот, возможно, я дружу и общаюсь с очень многими людьми. Действительно так. Но уметь вот иметь в себе уважение к новой территории и уважение к своим кормям, вот этот баланс, вот эти качели, на которых вам предстоит, и в этом есть сентимент, в этом это случилось не только со мной. Я возвращаюсь в Ленинград, и я никогда не могу себе позволить жить без Петербурга, потому что этот город меня воспитал. Есть Париж, который меня воспитал, есть много, я смела. И я на самом деле никогда не ожидаю себя полностью найти ни во Франции, ни в Греции, где я жила, ни в Италии, ни в Монако, ни даже в Нью-Йорке. Никогда. Я там себя найти не могу. Я могу найти себя, простите, на улицах средневекового Таллина, который охраняется ЮНЕСКО, себя пятилетней девочкой. Вот это я могу найти, это счастье вернуться и знать, что ты счастлив на своей родине, правильно? И ты познаешь, ты добавляешь, ты никого не удивляешь. Ты всегда дико требователен к себе. Это прежде всего код недовольства собой, знак соблюдения правил. Правила на дороге, правила жизни, правила карты мира, правила глобуса. Они, конечно же, существуют. Адаптироваться и принять менталитет. Что вы считаете, Ольга? Вы ответили. Давайте еще раз ответим. Вы знаете, мне кажется, Татьяна, в вашем посыле есть очень такой резонный и мудрый аспект. Это, знаете, так относится вот к пребыванию в других местах экспаты. Потому что вот в предыдущем вопросе есть, знаете, такое вот это русское навсегда. Вот адаптироваться. Навсегда не бывает. Навсегда не бывает. Навоков наказал нам, правда? Навсегда не бывает. И не нужно к этому так относиться. Поэтому легко, изящно, наблюдая как раз, внимательно наблюдая за той культурной средой, где вы находитесь, и у вас, поверьте, включая ушки, глаза, чувство такта, вот это ощущение гостя, вы можете адаптироваться. И границы будут потихонечку раздвигать перед вами. Не будете свои столбы переносить, свои границы, на территорию другого, а вас будут любезно потихонечку приглашать. И вы тогда не будете нарушать другие границы, и вы будете приняты потихонечку чужим менталитетом и чужой культурой. Только, мне кажется, так, очень мягко, очень деликатно, наблюдая... Сначала в чей-то дом, затем во второй дом, в третий, потом, может быть, куда-то аут, потом в общество, потихоньку. Но ожидать ради этого жить и переселяться ради этого тщетно, бессмысленно. Почему мне интересно с вами, Ольга, вести этот диалог? Я знаю, что вы живете на несколько стран, и я знаю, что вы владеете языками, но прежде всего еще и потому, что вы танцуете. И вот это параллель с новым жанром, новым танцем, новым партнером, если вы хотите. Вот это вживание в хореографию, мне кажется, есть в этом тоже. Мне всегда хочется сказать, слушайте музыку. Слушайте музыку страны, знайте культуру страны и насвистывайте эти мелодии для того, чтобы понять скорость скольжения, ширину шага, темп, характер. Нельзя жить... Да, достаточно. Слава Богу, мы ведем свой эфир на русском языке, и культура мощная. Мы несем, мы ее коммуницируем, но при этом отложить и предаться изучению культуры того адреса, в который вы пребываете, а иначе как? Это же не только про еду. Италия не только про пасху. Правильно? Поэтому я думаю, что принять менталитет тщетно. Не примется этот менталитет. Будьте собой, соответствуйте, задавайте вопросы, познавайте, уважайте. Прежде всего себя. И умение строить диалог. Ведь диалог – это не только говорить и высказываться. Диалог – это умение слушать, в первую очередь. Смотреть. И вот этому нужно и смотреть, и этому нужно обязательно учиться. Конечно. Потому что в нашем предприятии диалог очень часто воспринимается как такое сплошное повествование. Скорее, у нас диалог переходит либо в дирскурс, либо в какие-то курные дебаты, либо в монолог. Но здесь очень важен вот этот ментальный культурный диалог и умение слушать, в первую очередь. И наблюдать. И слушать и наблюдать для того, чтобы в мусульманской стране первый через порог отправить правую ногу, а не левую. И рабочий оставить правую руку. А поцелуй во Франции начинать с этой щеки, не с другой. И это тонкости. Вот нет ни одной прописи, которую бы я вам составила, вы бы ее прописали и научились. Нас в школе учили прописям. Кто из нас сейчас умеет четко писать? Никто. Вот этот момент наблюдений, это и есть диалог с страной. Он, как в кино, не мое кино, гениальный пример. Просто ставите, убираете звук и наблюдаете за тем, что происходит в стране. Новости, в конце концов. Знайте, будьте в курсе. Я не про политику, я про имена, про действующих лиц, про прекрасные каналы культуры, которые есть, про прекрасные базары и рынки, про познание. И, конечно, без шуток. Здесь не может быть никакого сравнения, никогда нельзя сравнивать детей между собой, вы знаете, бывших мужей. И вообще сравнению не подлежит никто. Поэтому с культурой также не сравнивают. Это всегда очень, я бы сказала, неблагополучный посыл. Сравнить или возвысить, принизить абсолютно нет. Это сравнить несравнимо. Совершенно разные субстанции, культуры, хотя и называются одним словом, но это очень болезненно, опасно территория начать сравнивать. Вообще старайтесь избегать сравнений, даже внутри себя. Открывайте для нового, складывайте свою копилку внутреннюю и не сравнивайте, не взвешивайте. Принимайте. Верно. Копите и мойте самородки, правильно, на своем этом сито и мойте. Будут самородки, из них точно не будет. Люди с отличающимся мировосприятием всегда останутся гостями друг друга, даже в своих странах? Если, опять же, умеют строить диалог, исключительные, даже взаимоотталкивающие мировосприятия не исключают диалога. И этот диалог может обогатить каждого. Воспринимайте это как познание, не как желание переубедить вашего назови, а как познать что-то новое. Попробуйте встать на место вашего оппонента, попробуйте услышать его и расширить свое мнение. Да. Возьмите детей, следите за ними, посмотрите, слушайте пожилых, наблюдения, я бы сказала, с интенцией жизни. Для меня базары и рынки открывают намного больше, чем некие, знаете, кафе, где собираются писатели. Писатели собираются и пишут. Базар научат вас таким тонкостям местной жизни, флирту, эмоциям. И если вам уже какую-то награду дали на базаре, значит, вы уже на полноги местные вы знаете правильных торговцев. Это, я никогда себе не откажу в этом, и я так живу. Гость, как и хозяин, быть гостем и быть хозяином не только удовольствие, но и обязательство, не так ли? Безусловно, Татьяна. Может быть, даже в первую очередь это обязательство. Но здесь, они, знаете, взаимные, все-таки есть обязательства и у гостей. Гости должны все-таки создавать атмосферу. Конечно. Если вы из настроения, вы сели в углу и вы ожидаете, что сейчас хозяева начнут вас развлекать и вас для этого пригласили, чтобы вас загадочно молчите. Вы загадочно молчите. Да, 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 да. Это глубокое заблуждение. А зачастую такие гости встречаются и велик шанс, что в следующий раз вы просто не получите приглашение. Гость должен развлекать хозяев, должен создавать атмосферу, должен произносить слова, толстые высказывания, поддерживать диалог, шутить. Это все обязанности гостя. Быть благодарным, приятным, общительным. Тогда получается компания, получается атмосфера. Вот позволю себе принести пример, просто заметку на полях. Меган Маркл не сложилось. Не сложилось. Правильно? Да. У сестрицы Хилтон с Родшильдами прекрасно сложилось, а у Меган Маркл не сложилось. Вот это отсутствие мудрости родителей, мне кажется, в чем-то. И здесь много историй на мировой карте. И, знаете, караванов истории, много разных историй. этому посвящено. Но действительно это не всем удается, не априори. И это не само собой разумеющееся. Абсолютно нет. Поэтому можно окунуться в собственную диаспору в этой стране. Помогает она или не помогает? Верно? Не знаю, мне сложно сказать. Но здесь очень много манер хореографии. На деле, как и в своей, мы на экскурсии. Вот эта тема про экскурсии, про путешествия. Каждый из нас соло, даже если мы приезжаем в страну и начинаем быть со своей семьей. Здесь есть соло-роли. Нам очень сложно сначала быть таким слаженным ансамблем. Кто-то вырывается, кто-то страдает. Здесь очень большая настройка всего этого квартета, квинтета, я не знаю, или дуэта, кто как едет. Поэтому и неизвестно, что проще приехать одному или приехать в Антура. Я думаю, одному даже проще. Это тоже вопрос, потому что ты сопереживаешь. Это не всем дается. Я видела много историй, когда действительно ломались союзы из-за вот этой просто настройки. Это сложный процесс. И, конечно, все зависит от экскурсоводов. Как и в любой маленькой экскурсии, как в ночном походе в Эрмитаж, все зависит от walker. Есть такое хорошее слово в английском языке. Да, прекрасное слово. Кто у вас walking in? A walker. A walker. Как? Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин. Была роль walker, простите. Человек вышел на ступень в обществу. И с Владиславом превратился во Влади Доронин. Правильно? И вот эти контракты для меня это огромные пиар проекты. Это не всем дается, не проходит автоматически. Это выверенная технология входа. Правильно? И здесь действительно нужно видеть себя на сцене. Нужно знать свою роль. Нужно знать сценарий. Нужно иметь экспромт. И очень плохо даются. Мне кажется, поэтому найти правильного экскурсовода по жизни, я не говорю, что это должен быть некий философ или это должна быть актриса X. Я люблю торговцев с рынка. Торговцы всегда преуспели, а торговцы, которые колониальные товары привозят, они вам во многом поможут. Кстати, просто устоять сначала, а уже потом нанизывать свое, скажем, манисту впечатление в стране кого-то еще. Но вот это wanna be покорить Париж, да, знать все имена неймдроппинг. Это самое ужасное. Спрашивайте у местных, знают ли они тех и тех. Вот это вот, я думаю, вот это выскочки, выскочки, яркие выскочки, это все, это в никуда. Ну, они, как правило, очень быстро сгорают. Как спичка на ветру. Даже небольшом, при любом сильном ветре, как правило, такие людей сносят. Верно, при этом каждый открывая свою дверь хочет, конечно, когда-то получить приглашение в ваш дом. Поэтому за презентацию своего дома, за презентацию себя и своей культуры ты тоже несешь ответственность. Вот это вы правильно сказали, это всегда взаимно, это всегда вот эта роль взаимная. Поэтому гордость за свою культуру. И мне кажется, нужно просто дать понять вашим визави или вашим собеседникам, чего вы хотите достичь. В чем причина? Бежать от себя невозможно? В чем причина? Мне кажется, мы иногда забываем представиться, иногда забываем объяснить, кто здесь, зачем. В сегодняшнем поезде этого делать не надо было, потому что у поезда было три остановки. Но в жизни все намного сложнее. с уважением к принятым нормам соблюдаю и демонстрирую не побоюсь этого слова свой почерк, свой характер. Но это такая игра, которая в принципе всегда чуть-чуть принижает вас. Вы все равно даете скрипку приму представителям той территории, на которой вы вступаете, правой или левой ногой. Как уж вы хотите. Не хочу вас до сегодня, Татьяна, с этим ничего не поделаешь. Вы здесь гость, вы не хозяин. Поэтому вы вынуждены играть в этом проекте. Вопрос, Ольга, Париж, июнь 2022. Приглашение на ужин. Хозяйка начинает молитву перед едой. Хозяйка начинает, хозяева начинают. Молиться ли гостью? Я сразу хочу сделать комплимент автору этого вопроса. Такое приглашение означает, что вы допущены в очень интимное пространство внутреннее пространство семьи. Это не есть какой-то светский ужин, где, как правило, этот ритуал остается за скобками. Это есть очень интимный момент, который, на самом деле, соблюдают огромное количество европейских семей. Вы даже не представляете, как количество светских европейских семей молится перед едой. И это очень интимно. Поэтому вам уже здесь удалось перебросить какие-то мостики и построить теплые духовные взаимосвязи, найти какую-то общность, чтобы вы были приглашены на такой семейный ужин. Я думаю, что это исключительно семейный мне кажется, что здесь поясню. Этот вопрос прислала жительница Москвы, которая сочеталась с браком в Париже, и она попала в этот дом благодаря своему мужу, который вхож. Это очень мудро, что прозвучало. Это прозвучал комментарий. Это вопрос от меня. Это вопрос комментарий. Я задумалась, она говорит, а вот кстати про этикет. И вот этот момент, вы правильно, вы сразу абсолютно в точку попали, это абсолютное доверие. Это доверие, но прежде всего доверие ее мужу, ее партнеру. И так как они женаты недавно, они сидели рядом, все правила были соблюдены. А если люди даже в смешанном браке находятся больше трех месяцев, четырех месяцев, их рассадят за разную часть стола для того, чтобы каждый мог общаться с гостями, потому что есть функция у каждого гостя, правильно? Поэтому вот такие испытания мне очень интересно наблюдать. Я не ленюсь, стою вопросы, и мне это всегда очень интересно. Я люблю такие вопросы. Нам вопрос, как быть, если в гостях хозяева, если в гостях хозяева дома говорят на своем языке, которого ты не знаешь? я вам скажу, Татьяна, это классическая история, и она происходит крайне часто, особенно единственный гость иностранец. Это может быть даже не только дома, но если вы приглашены в ресторан вашими друзьями, к примеру, ваш французский не так хорош, безусловно, в начале все будут пытаться говорить на общем средненном английском, который вам, к примеру, более знаком, и вы в нем чувствуете себя более свободен. Будут даже приглашены люди, которые владеют английским, да, в вашу честь, но потом все аккуратно спустится до... Да, аккуратно спустится в свой родной язык, поэтому наблюдайте, улавливайте какие-то знакомые слова, наверняка все-таки будет обращено внимание на вас, скорее всего, опять заговоря на вашем знакомом вам языке, но это, поверьте, будет ненадолго, поэтому, мне кажется, здесь единственный ключик к решению этой проблемы учите язык, учите язык, осваивайте его как можно быстрее. И подыгрывайте ситуации жестами, мимикой, сопереживайте, зеркайте ситуацию, дайте понять, что вы уважаете, и вам было бы интересно, и только тогда хозяева дома могут вспомнить, а, вы не говорите, мы перешли на свой язык. С одной стороны, перескакивают на язык, когда тоже доверяешь, человеку не чувствует напряжение, значит, как-то уже автоматически, но иногда это делают намеренно, это такая же история, как взрослые или дети присутствуют при деловой встрече взрослых, и я очень часто тоже беседовала и ужинала с людьми, которые были на профессиональных встречах, терминологии я могла выхватывать только малознакомые слова, но я все равно, знаете, как мой человек Рассел все равно внимательно преданно смотрела в глаза и, в принципе, не мотала ножкой и не надувала губки, а сопереживала ситуацию, и все равно, я знаю, этот маятник приходит обратно к вам. А иногда вы должны принять это как догму. Здесь нет темы для замечаний, абсолютно нет. Можно приносить свое хобби в гости, это, наверное, вопрос ко мне, потому что я путешествую со своей чашкой чайный центр, не скрою, сейчас во Францию приехал мой китайский белый чай, и я уже перед эфиром, помните, выпила чашку чая и сейчас пью прекрасную французскую воду, поэтому, не знаю, это не хобби, во-первых, это настройка организма чай для меня. Во Франции, я думаю, чай бы мне никто не предложил, это моя особенность, я извинилась и в этом прекрасном музее вина или коллекции вина, чудесный кейф в Каве, я в гостях у Кависта, поэтому я извинилась, теплая вода есть везде, и я ввела чай, чай на самом деле для меня это не поза, а именно настройка организма, поэтому ответила на мой взгляд. Я надеюсь, здесь речь не идет о вышивании крестиком и вязании. Я же не русская кучиха, чтобы прийти с бобиком, разложить столик и начать вышивать крестиком. Помните, как это было приятно? Достаточно. Уйти от беседы. Да, и уйти от беседы, еще при этом перекусывать. Нет, нет, такие проблемы пока нет. Ольга, вопрос к вам, как к матери двух взрослых и взрослеющих сыновей. Как расположить родителей молодого человека, если они жители европейской страны? Вы жители европейской страны с господином Панченко. Как расположить родителей молодого человека, если они жители Европы? Я здесь не открою, мне кажется, большого секрета, неважно из какой части света, из какой точки графической родители, главная субординация, они все совершенно одинаковы, субординация, скромность, все, поверьте, родители, все очень любят скромность, скромность будущих невесток или женихов. Это такой триггер, на котором можно сыграть хорошо. Скромность в одежде, скромность в макияже, в прическе, в манерах, в еде – это такое общее понятие, которое вам поможет понравиться родителям, даже если вы чего-то не знаете, даже если вы не владеете тонкостями этикета, и даже если вы не владеете языком. Ваши скромные манеры, скромное, достойное поведение, скромное не в смысле скомканное, скоромное, а в смысле интеллигентное, не выпячивающее себя на поверхность. Оно понравится любым родителям, любой культуре, любого вероисповедания, поверьте, даже если вы не понимаете тех религиозных кодов, которым придерживаются родители. Скромность вот эта вот, она опять же и в образе, в одежде, во всем. Это нравится, поверьте, всем родителям. Это, естественно, ум. Никто, ум в смысле, знаете, такой житейский такт, какая-то житейская мудрость, возможно. Никто не любит глупость, вот такую откровенную глупость, навязчивость, пустоту внутри. Поэтому подготовьтесь к визиту, к родителям. Ни большие подарки, ни к чему не обязанности, ни в коем случае ничего не дорого. Что-то внимательное, что-то милое, что-то узнаете у вашего молодого человека, чем увлекается мама. Не дороже 10-15 евро, упаси вас, Боже. Что-то очень такое принести в дом деликатное, да, возможно, ваш молодой человек здесь вам поможет. Узнайте побольше о родителях. Чем они интересуются, какие у них хобби, опять же, о чем мы говорили. Подготовьте какие-то темы для беседы, общие совершенно. Верти, я думаю, что стоит вверти, проработать вверти и примерно, я бы даже сказала, проговорить вверти. И, конечно, мне кажется, любым родителям понравится, если вы действительно, я не хочу сказать, влюбленно смотрите в рот, но заботитесь о вашем избраннике. Вот эта забота об избраннике и уважение к родителям, скромность, о которой вы сказали, субординация. Есть такое слово, которое нужно исполнять, и это действительно искренность отношений, не загадочное молчание ни в коем случае, и не упреки в адрес своей страны, своей культуры. Это никому никогда не поможет. И мне всегда нравилось, когда, конечно, родители расспросят о ваших родителях, но хотелось бы представить свою семью тоже, да, рассказать, кто вы. Это шанс действительно не о себе рассказать, не о своих увлечениях, не о своих победах, не о своих должностях, а именно о своих корнях, потому что семья – это про корни, правильно? И вот обозначить уважением к своему роду, как бы то ни было, все очень просто, родители расстались, но все равно есть родители, все равно есть уважение. И вот эта проекция уважения к своим на то, что может ожидать европейцев или азиатов, или американцев, – это сложная игра, но, как мы знаем, очень редко бывает второй шанс создать первое впечатление. Поэтому действительно… Я думаю, да, что многие наших с вами зрителей проходили собеседование, представляют, что это такое. Так вот, визит к родителям, вы знаете, это такое собеседование в кубе, и к этому, конечно, нужно готовиться, потому что вам будут задавать вопросы. Естественно, о корнях, о том, откуда вы, и ваши ответы должны быть искренними, но подготовленными. Независимо от того, откуда вы, какого статуса ваши родители, поверьте, в каждой семье можно найти что-то очень достойное. Всегда есть бабушка, которой можно гордиться, которой невероятно умела печь пирожки. Есть какой-то дядя, есть что-то такое в каждой семье. Посмотрите на Наталью Водянову, как умела она свою историю, свою очень непростую историю семьи превратила в очень хороший знаковый триггер, такой культурный, и вызывает ее историю, историю семьи, ее отношения с ее, к сожалению, покойной бабушкой, вызывает огромное уважение и восхищение, поэтому ищите что-то в своей истории подобное. Да-да, это ни в коем случае не сказка про Золушку, я ненавижу, когда это называю сказкой про Золушку. Вообще совершенно по-другому, хрустальных туфелек никто нигде не имеет. А вот эта волшебная пирожная, Татьяна, которая взмахнула палочкой и превратила вас в царевну Лебедь. Да. Как корректно отвечать на вопросы бывшего соотечественника о новой жизни, не доставляя ему боли? Я уж думаю, что же такое должно добавить вашему бывшему соотечественнику боль, что же за такие истории. Есть второй вопрос, который мне понравился. Как пережить реакцию бывших соотечественников на твои успехи в новой стране? Нет, это более точно. Это более точно формулировано. Скрывать ли свои достижения и успехи в новой стране, в новой культуре? Принижать. Чем погордиться, это хорошо. Но здесь, знаете, очень тонкая грань – погордиться и возгордиться. Вы всегда можете о себе сказать спокойно, о своих успехах, не унижая ваших, видимо, бывших коллег. Да, да, мне кажется, с любым талантом стоит работа и труд, и маратонный труд. Мы знаем многих с вами молодых девушек, которые, достигая карьеры, ночевали, я имею в виду, в офисе, спали на полу для того, чтобы справиться с заданием, не тратить время на комьютинг домой, на метро или на ночной автобус, чтобы к утру, к положенному часу, презентация была готова. И это дочери моих приятелей, которые вообще самоотверженно просто строят вот так карьеру. Родители не ожидали от них этого. Просто они таким образом современно строят карьеру. Спали, имеется в виду, ночевали на хавролинском, в офисе, для того, чтобы достичь цели, просто не устать за время поездки домой и обратно. Они сказали, отдохнем на выходных, а сейчас мы работаем, мы ждем пятницу. И вот этот, на самом деле, обвиняют современное поколение, что никто не хочет достигать карьеры, неправда. Я не соглашусь, нельзя обобщать. И вот эти истории, которые мне рассказывают родители, не сами девушки, а сами девушки нормально, она просто получила повышение. Она просто достигла, она просто сделала. И вот эти примеры, мне кажется, наоборот, пусть это будет сказано, обязательно обосновать, сколько было сделано усилий, сколько было приложено. Везет того, кто везет. Знаете, вот это опять-таки русская поговорка, пригодится везде. Кто делает, действительно, кто делает, кто готов, кто готов самоотверженно не вживаться, не вставлять свою, знаете, ногу в приоткрывшуюся дверь, а кто действительно самоотверженно работает над собой, это не всегда увлечается успехом. Уделено, что автор, а есть что рассказать? Это опыт, бесценный опыт, правда? Конечно. Я думаю, что рассказывать, конечно, идеально, когда об этом расскажет кто-то другой, но точно не покупать рекламные статьи. Дружба богатого с бедным в эмиграции, вот Ольга, избегать или брать? Или как быть, или искать равных? Бедная и богатая эмиграция. Мне, знаете, нравится фраза мудрейшего Лао Цзи, я попытаюсь ее озвучить, никогда не пинай тех, кто попадается на твоем пути, когда ты идешь наверх, ты еще их встретишь, когда будешь спускаться вниз. Да, но они могут тебя обойтись, определенно, и эти люди могут... В любом случае, можно даже остаться там, но вот эти вот взлеты и падения, вся жизнь наша идет по синусория. И поверьте, в истории каждого состояния человека вы найдете моменты падения. Я вот на самом деле не знаю людей, у которых все жило бы исключительно по восходящей. И Рокфеллер, и Ротшильдер переживали тяжелые времена в их истории, если вы внимательно читаете, вы видите. История Ротшильдов, кстати, история Ротшильдов, это как раз вот тема про эмиграцию и людей, состоявших в стольких державах мира, просто еврейские аптеки, простите, Ротшильды, которые выдвинулись из небольшой аптеки, и дети, которые стали оперировать финансами и банками, и вот эта вся династия Ротшильдов. Это очень красивый пример, очень понятный пример, на эту тему очень много описано, расписано, и это все труд, и, в общем, это очень сложное решение семейного кана, это очень интересно. Вопрос, Ольга, как разрешить ситуацию, если супруг, ну, очень жаден во всем, англичанин? Вы знаете, это, конечно, такое вот сложное сочетание менталитета. У меня приятельница была замужем за очень состоятельным французом, она с ним развелась довольно-таки быстро. Он морозил хлеб, он покупал багет, разрезал его на то количество кусков, которые допустимо было съесть в день, это очень состоятельный человек, и просил этот хлеб морозить, подписывал эти багетики, и вот в понедельник два кусочка, вторник два кусочка. Знаете, это, конечно, такое очень сложно. Да, на него и на нее два кусочка имеется, к каждому из них кусочек. Ну, я уже не знаю, два или три, но вот этот такой яркий пример вот этого багета порезанного, распакованного, расчлененного и положенного в холодильник, подписанной дни. Репарированного. На этом и сломалась, все-таки решила, что, знаете, причем он не был жаден в плане того, чтобы баловать ее, но какие-то вот подобные вещи ее категорически угнетали, и она к этому никак не могла привыкнуть. Вот это и есть та разность и различие менталитетов, о которых мы здесь говорим. То, что для иностранца может восприниматься как экономность, скромность в быту, рачительность, нашими соотечественниками может восприниматься как скупердяйство, как какая-то скупость дикая, какое-то безумие. Это и есть вот тот иной менталитет, к которому вот и нужно адаптироваться. Это и есть вот эта оборотная, другая, иная грань того менталитета, который нужно как-то принять и воспринять. И подобных историй, поверьте, довольно-таки много. Но вот эта европейская расточительность, не расточительность, а как раз вот эта европейская скромность, она имеет на это быть. И вы знаете, например, в Париже, например, есть такое прилично-неприлично, понимаете? Вот неприлично вы пянуть свои деньги, и это уже на таком очень внутреннем культурном посыле сказывается. Неприлично в Париже спуститься в белом пальто в метро. Не потому, что там грязно или что-то подобное, потому что своим белым пальто вы можете доставлять неудобства тем, кто в черном. Понимаете, я вот пытаюсь объяснить тонкие вещи на простых примерах, но это есть вот некая такая специальная особенность нынешней культуры. Многие вещи делать неприлично. Неприлично ездить на дорогой машине, неприлично выпячивать свои деньги, неприлично их расточать. И здесь, конечно, нужно быть очень внимательным в этом. Если у вас все-таки речь идет не о скупости вашего супруга, да, если вы все-таки понимаете, что это есть некая скромность, некая бережливость, которая была воспитана в семье, еще раз повторюсь, это присуще очень многим иностранцам. Опять же, к разговору о хлебе, я помню, я когда, будучи студенткой, жила в одной немецкой семье, хозяйку, у которой я жила, подошла ко мне и спросила, Оля, скажите, пожалуйста, а сколько булочек вы съели на завтрак? Вот, видимо, то ли это отношение к хлебу такое. Для меня вопрос постсоветского ребенка поставил в тупик. В нашей семье не считали никогда, сколько дети съели булочек. Но этот вопрос был задан, опять же, для того, чтобы знать, сколько я их съела и сколько мне их купить на следующий день. Это такая вот культурная платформа, и к ней надо присматривать, наблюдать и как-то с ней сживаться. Или очень часто, приходя в эстонский дом, часто гости в Таллинне, я всегда слышала много историй со стороны оба степриимства эстонцев, коробка конфет в обнос и коробку убирают. Или вот недавний мой диалог с девушкой, которая живет в Англии и которая разочарована решением своего супруга отказать ей в покупке дорогого щенка, который бы она хотела иметь, который моден, порода, которая модна, извините, как я знаю, что это звучит ужасно. И он сказал, это не принято, я могу инвестировать только в охотничьих собак. Моя фамилия обязывает меня только брать собак из приюта, прежде всего, да, помочь, прежде чем просто заплатить деньги. Поэтому, и ей было очень сложно это понять, мы разбирали этот кейс очень долго. И вопрос, если, как разрешите, если супруг очень жаден во всем, не будьте жадны до любви, не отказывайте ему в любви, внимания, заботе. Мне кажется, это не жадность, это просто культурный код, который вы очень красиво описали, это просто такой механизм. Эти часы так идут, вы здесь ничего не переделаете, он не жаден, он ответственен за собственные деньги. У него есть обязательства, и это иначе не работает. Моя мама отказывалась, она была инвалидом, и я решила ее побаловать и купить такой, знаете, теплый, легкий костюм более современной модели, в котором женщина ее возраста ходит. Я сказала, я не смогу принять, потому что у других пенсионеров такого нет пальто, я в нем никуда не могу пойти. И вот эта уместность, и это не комплекс, не убожество, и это не какое-то, знаете, желание, wannabe, нет, моя мама была особо достаточным человеком. И она не приняла этот наряд, и мне пришлось возвращаться с ним, простите, в дом торговли и объяснять, что мама отказалась, на что продавец, достаточно взрослая женщина, она говорит, вы не первая. Очень часто родители отказываются, что нам кажется естественно, но, тем не менее, вы попробовали, может быть, что-то другое вы посмотрите для мамы, и мы выбрали что-то другое. Поэтому это субординация, это правила игры, если вы хотите, они существуют, и это не написано ни в одной аптеке, если вы можете купить книгу и заполнять после каждого прихода гостей, кто был, как кого звали, где кто сидел, что подавали, какие ирины подавали, кто что принес, и какие цветы стояли на столе, чтобы не повториться, или идти по нарастающей, или действительно рассадку поменять. Это очень важно, и это не сплетни, это архив, в конце концов, нам интересно, где сидел Стравинский, где сидел, да, это очень интересно в архиве, но это может быть просто уважение к каналу Сибири. А какие-то интересные у него мемуары, конечно, это уважение к культуре, где он сидел. Люблю лайфхак ТП, про улететь далеко, чтобы понять, кто ты. Действительно, я любила и в Тасмане улететь для того, чтобы понять, кто я и где моя эта маленькая Эстония. Но всегда пугал суподствующий вопрос, а поймут ли тебя там, где ты найдешь себя? Так это не про страну? А важно ли это? Это не про страну? Это не про биолокацию? Вы поняли другие. А на родине? Поймут ли вас на родине? Понимают ли вас окружающие? Это вот совсем другая тема, это прежде всего про вас, про то, кто вы, и здесь абсолютно не пролететь, и не, знаете, не про выбрать билет и где-то оказаться, нет, абсолютно. Стоит ли полностью интегрироваться в чужую культуру, отказавшись от своей идентисти, слог автора? Не отказывайтесь от своей идентисти. Не отказывайтесь, абсолютно не отказывайтесь. Как реагировать на несправедливую критику своей родной культуры? Супер вопрос. Да, диалог. Рассказывать, объяснять, не обижаться, это просто другая точка зрения. Постараться в вашем рассказе показать все достоинства вашей культуры. Найти козлы, очень быстро найти козлы. Рассказывать о тех ценностях, которые несет ваша замечательная Эстония, прекрасная страна с удивительной природой, с удивительными традициями. И найти вот эти изюминки в вашей культуре и преподнести их вот эти жемчужинки. И попробовать показать другую грань вашей исторической правды. Думаю, козыры, всегда должны быть козыры. Пусть чуть-чуть провокационно, но козыры. И я думаю, я каждый раз предлагаю, вот есть такой веер заготовленный, что действительно, какие козыры культуры, какие козыры истории. В конце концов, всегда есть известные люди, которые родились в том же городе, где вы, которых знает мир. В конце концов, гугл нам в помощь. Там, я не знаю, масса, я прекрасных параллелей веду. Вот для меня это очень важно. И всегда есть козыры. Ага, это в любом жанре, в любом направлении бизнеса или сферы жизни есть люди, которые родились в вашем городе, которые известны миром, в вашей стране, тем более, легко. Поэтому эти козыры имена не о себе, ни в коем случае, не о своих знакомых. Возьмите исторический факт. И вот этот веер, я его так и называю веер, вот этот веер у вас должен быть всегда в закрытом состоянии в сумочке. Будьте готовы, что нужно на неприятные вопросы о себе ответить, на провокации и на многие другие вещи. Держим удар и в то же время корм. Я бы, знаете, как раз обратила внимание тех, кто из России и слушает наши эфиры. Ну, здесь в козырей, конечно, огромное количество. Мы обладаем богатейшей культурой, несравнимой ни с чем. Это правда. И такой, конечно, имен известных, выдающихся, такой духовной полноты, которой обладает русская культура. Опять же, это есть аксиома. Но, к сожалению, мы мало знаем свою культуру. Мы очень мало знаем. Поэтому почитайте, узнайте об этих людях. О том же Стравинском, о Луначашском, о Чехове, о его жизни. Почему он так велик? На все цены. А в русских флоских. На бесконечные плеяды имен. Даже у людей, которые с нами жили в одну эпоху. О Майи Михайловне Тецкой, о Бродском. Здесь список бесконечных. Почитайте, расскажите вашим собеседникам, вашим иностранным собеседникам. Вот это как раз не нейм-дроппинг. Это как раз защита. Я думаю, что все равно всем понравится невозможно. Главное, никого не обидеть. Я хотела бы закончить на этой прекрасной доме, в чужой культуре, в гостях или дома. Продолжим. В гостях или дома. Не в гостях и не дома. Я бы ответила так. Пусть в этом будет маленькая провокация. Не про чужого мужа, который ходит, а про вас. Благодарю всех наших слушателей и зрителей. Прекрасной вам недели и хорошего понятия. Сохраняем эфир. Спасибо, Ольга. Спасибо, Ольга. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Красиво. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»